Всем привет! Меня зовут Алексей и сегодня я расскажу, как настроить B-Directional D-Shot в прошивке ArduPilot, ArduPlane, ArduCopter. Для того, чтобы использовать B-Directional D-Shot, в первую очередь вам необходимо прошить регуляторы, если они еще не прошиты, той прошивкой, которая поддерживает B-Directional D-Shot. На данный момент существует несколько вариантов прошивок. J-ESC, JazzMaverick, BLHeliM и BlueJ. Я использую вариант с прошивкой BlueJ. Подключаюсь программой ESC Configurator и прошиваю, собственно, все вот эти вот регуляторы, которые имеются. У меня 4 в 1 регулятор, REV35 от фирмы RacerStar. Прошиваю соответствующей прошивкой BlueJ. Делается это для того, чтобы получить двухстороннюю телеметрию. То есть, чтобы по одному проводу управляющему получать сведения об оборотах мотора для функционирования RPM-фильтрации в ArduPilot. Готова, прошивка закончена. Прошивка залилась во все 4 регулятора. Можно посмотреть настройки. Настройки по своему опыту никакие не меняю, потому что на Betafly стоковые настройки у меня на регуляторах и летает он нормально. С RPM-фильтрацией просто прекрасно летает. Намного лучше, чем без нее. Вот поэтому ничего трогать не буду. Единственное, что на этом этапе я сразу же проверю вращение моторов. Правый верхний против часовой, левый верхний под часовой. Правый нижний под часовой, левый нижний против часовой. Конфиг, full параметр 3. Тут выбираю BLH. Выбираю серво BLH-авто. Это возможно BLH-пасс-ру, чтобы подключаться к регуляторам через конфигуратор. Далее нужно выбрать, которые регуляторы будут использовать двухсторонний D-Shot. Это первые 4 канала. Также необходимо установить, которые регуляторы будут подключаться в режиме пасс-ру. Это тоже первый и четвертый канал. Выбираю протокол D-Shot 600. И, пожалуй, все остальные настройки оставляю по умолчанию. Все. На этом настройка D-Shot закончена. Жму в write-parance. Далее хочется проверить, работает ли RPM-фильтрация. Для этого я выведу графики ESK1RPM, ESK2RPM, ESK3RPM и ESK4RPM. Это, собственно, обороты. Далее я зайду в setup, motor test, поставлю throttle 1, а длительность поставлю секунд 10. Проверено, что никуда ничего не улетает. Подключаю батарейку. И нажимаю test all motors. Иду в data и вижу, что, собственно, данные об оборотах поступают. Двухсторонняя телеметрия работает. Все супер. Если видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok